Пять секретных налоговых оазисов в Швейцарии. Где самые низкие налоги? Вы уже задумывались о переезде в Швейцарию? Если да, то вы должны знать, где самые низкие налоги. Я представлю вам пять наилучших кантонов, где вы сможете сэкономить на налогах. Здравствуйте, я Энсо Капутто из SwissBankingLawyers.com. Я помогаю клиентам со всего мира переехать в Швейцарию и существенно сэкономить на налогах. Так какие же кантоны самые привлекательные для тех, кто хочет поселиться там без каких-либо проблем? Самым привлекательным с точки зрения налогообложения физических и юридических лиц считается кантон ЦУГ. За много лет в нем сформировалась многонациональная община, которая постоянно растет. Все крупные фирмы, занимающиеся торговлей сырьем, располагаются в кантоне ЦУГ. Привлекательное сочетание принципов налогообложения и налоговых льгот обеспечивает постоянный приток международных компаний. Очень хорошие международные частные школы, известные частные клиники, близость к Цюриху и многоязычные административные органы делают кантон ЦУГ крайне привлекательным и для частных лиц. Как правило, иностранцы должны владеть местным государственным языком. Если же вы можете подтвердить налогооблагаемый годовой доход не менее 500 тысяч швейцарских франков, то этот факт обоснует преобладающий фискальный интерес. Это означает, что кантон ЦУГ великодушно закрывает глаза на ваши языковые навыки. Если присутствует преобладающий фискальный интерес, то такую гибкость проявляет не только кантон ЦУГ, но и Тичино, Швиц, Нидвальден и Люцерн. Эти пять кантонов очень искусно действуют в экономическом плане, ориентируясь на будущее. Вместо того, чтобы приглашать к себе жителей, которые в совершенстве знают язык, они отдают предпочтение состоятельным людям, готовым делать инвестиции. Это ведет к созданию новых рабочих мест, экономическому росту и повышению благосостояния. Одновременно за счет этого снижается налоговая нагрузка на все местное население. Если вы переезжаете в Швейцарию, то повнимательнее присмотритесь к пяти кантонам. ЦУГ, Люцерн, Нидвальден, Швиц и Тичино. К сожалению, Цюрих, Базель и Женева выбрали другой путь. Эти три кантона отменили привилегии налогообложения, имущества и дохода, тем самым создав препятствия для состоятельных иностранцев. Об этом позаботились противники так называемого паушального налогообложения в парламентах этих кантонов. Учтите, никто не знает, как долго сохранится паушальное налогообложение в выбранных кантонах. В мои задачи входит убедить иммиграционные органы в том, что вы представляете преобладающий фискальный интерес для кантона. Дополнительно, я добьюсь для вас наилучших принципов налогообложения в административных органах кантона. Если вы приняли решение пойти по самому простому и благоприятному с точки зрения налогообложения пути переезда в Швейцарию, то берите телефон и звоните прямо сейчас на номер плюс 41 44 212 4404. Мы вместе проанализируем, какой кантон лучше всего вам подходит с учетом ваших потребностей. Я гарантирую, что в течение двух месяцев вы без проблем получите желанный вид на жительство категории B и сможете существенно сэкономить на налогах. Будьте богатыми и оставайтесь богатыми. Желаю вам хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова